Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах Дома-2 прошел очередной отчетный концерт Школы актерского мастерства. Всю неделю ребята усиленно готовились, а разборки, выяснение отношений и даже построение любви у некоторых ушли на второй план. На отчетном концерте не обошлось и без сюрпризов. Преподаватель Наталья Бичан приняла решение заменить Екатерину Король и станцевать за нее в паре с Денисом Козловичем. А Катя Король так хотела выступить с Денисом на концерте. Как вы помните, Денис не может определиться, кто ему нравится больше – Король или Бичан. Так что похоже, что борьба за Дениса Козловича уже началась. Оле Жемчуговой, как и раньше, не нравится поведение Глеба на Сейшелах. Но Оля приняла решение больше не высказывать ему свое недовольство. «Отныне я молчу и улыбаюсь», пишет Оля. «Больше внимания себе и сыну, меньше делать мозги мужу. Я теперь молча наблюдаю». Алена Юдина рассказала про свою столь короткую связь с Алексом Гулиевым. Она пишет «У нас не получились отношения с Алексом, он меня предал. Во время моего отсутствия он начал проявлять себя к новенькой девочке Яне. Но теперь и Яна, и я отказались от Алекса. Нам такой мужчина не нужен». Новенькая Алиса Кошелева открещивается от Коли Должанского. Она написала «Мне пришлось объявить, что мы с Николаем Должанским не пара, потому что отношений пока нет, кроме как дружеских и партнерских. Я благодарна Коли за все, но я не считаю, что я должна ему как женщина». Ну а переключить свое внимание Алиса решила на Андрея Чуева, который приезжает на поляну как одиночка. Ну а Чуев, который даже не догадывается о том, что на поляне его ждет кто-то, кроме Марины Африкантовой, думает только о работе. Он купил себе джип, но не понтов ради, а для удобства. Андрей написал «Пришло время работать очень много, иначе не видать удачи. Сейчас глупо на Лексусе ездить». На строительный сезон взял ту машину, не от которой все скажут «Какой ты крутой», а которая удобна для строительства. Теперь расскажем о том, какие события происходят на Сейшелах. Ходят слухи, что Семен Фролов решил покинуть остров любви. Вика Романец планировала строить с ним любовь, и Семен даже хотел остаться на острове на пару недель, но вот неожиданно покинул тропики. Федя Стрелков сделал неожиданный ход, он решил приударить за Олей Рапунцель. Он начал за ней ухаживать, пригласил на свидание. Конечно же, никто в его искренность не поверил. Скорее всего, Федя просто пытается заставить Кристину Лесковец ревновать. На какое-то время пошли слухи, что Федор покинул проект, но это не так. Федя просто временно отсутствует, и в течение пары дней он снова вернется к ребятам. Вика Романец пишет о своем возвращении в Москву. Теперь остается считать дни до моего приезда на поляну и до мужского прихода. Мне скучно и одиноко. Ну а кого Вика ждет на проект, остается только гадать. Но можно точно утверждать, что не Семена Фролова. Кристина Лесковец сделала очередную подлость. Она выложила в интернет чужое письмо, которое было адресовано Косте Иванову. Автором письма, скорее всего, является Саша Харитонова. В письме говорится следующее. «Хочу прилететь к тебе на остров любви. Мне не хватает тебя. Дай шанс, и ты не пожалеешь». Некрасиво публиковать чужие письма. Недавно покинувшая проект Лиза Шароха показала парня, к которому она ушла. Лиза подписала снимок. «Я безумно счастлива с тобой. Ты тот, которого я ждала очень долго. Я тебя люблю». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!